Всем привет! На связи Борис Соколов с сайта vizasam.ru И давайте в этом видео я вам расскажу правила въезда в ОАЭ в Дубай для россиян. Видео будет короткое по существу. Как вы видите, я нахожусь сам в Дубае, то есть все записываю с места событий. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Здесь будет еще очень много видео из Объединенных Арабских Эмиратов. Также, если вам нужны правила оформления резидентской визы, долгосрочной визы, золотой визы, которая позволяет постоянно проживать в ОАЭ, в Дубае и в других Эмиратах, то подписывайтесь на наш телеграм-канал об инвестициях в недвижимости в Дубай, о переезде в Дубай, где будет максимум информации об оформлении резидентских виз, золотых виз, визы фрилансера и много другой полезной информации. Также любые вопросы, которые вам непонятны, вы всегда можете задать в нашем русскоязычном чате, где сейчас уже более 6500 человек, и там люди вам на них ответят. Итак, правила въезда для россиян просты. Сначала я расскажу общие правила въезда, которые касаются безвизового режима, срока действия загранпаспорта, а потом ковидные правила, так как ковидные правила часто меняются, а Ютуб, к сожалению, мне не дает возможность убрать кусочек видео и перезаписать. Поэтому актуальные правила въезда смотрите по ссылочке на нашем сайте. Итак, правила въезда для россиян просты. Можно 90 дней находиться без визы в ОАЭ. Штамп в паспорте ставят прямо в аэропорту. Кстати, границы проходятся очень быстро, хотя очень много людей, иностранцев, русских, украинцев, белорусов и просто русскоязычных едут в ОАЭ, но пограничники на контроле очень быстро проверяют у всех документы, вам ставят штамп в паспорте, и вы можете въезжать в ОАЭ, находиться 90 дней. Что я буквально за 15 минут все прошел, получил багаж, и сейчас поеду к себе домой. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев для въезда в ОАЭ. С 8 ноября 2022 года отменились все ковидные ограничения, и теперь прилетать в Объединенные Арабские Эмираты можно без ПЦР-теста, без предъявления сертификата о вакцинации. Раньше можно было с российским спутником прилетать, у кого не было, надо было делать ПЦР-тест. С 8 ноября все эти ограничения отменили, можно прилетать как раньше. Такое еще правило официально для въезда в Дубай, в Объединенные Арабские Эмираты, сейчас нужна медицинская страховка туристическая, которая покрывает лечение коронавирусом. Опять, посмотрят ее, не посмотрят, обычно тоже не смотрят, но я всегда рекомендую. Это правило есть, это официальное правило, без него там вас могут даже не посадить на рейс. Оформите страховку онлайн, она стоит меньше там одного доллара в сутки. Ссылочку на оформление страховки я вам дам, чтобы к вам не было никаких вопросов и вы соблюдали все официальные правила. Вот такие, в принципе, простые правила. Вы можете спокойно прилетать, штамп паспорта поставят на границе, пограничный контроль проходит очень быстро, никаких там дополнительных вопросов, ничего не задают. Без визовое пребывание в ОАЭ можно продлить, прям на месте. Стоит это где-то до 1500 арабских дирхам, стоит около 40 долларов. Все подробности есть в нашем телеграм-канале, так как можно продлить на разный срок. Можно также оформить резидентскую визу, это аналог вида на жительство в ОАЭ. Она дается при работе, при обучении в ОАЭ, при открытии бизнеса, например, при покупке недвижимости. В Дубае она дается при покупке недвижимости на сумму от 205 тысяч долларов, а в остальных ОАЭ от 245 тысяч долларов, это миллион дирхам. Золотая инвесторская виза дается на 5 или 10 лет, причем эту визу можно получить как для самого заявителя, так и для всех членов его семьи при покупке недвижимости. Сумму 2 миллиона дирхам, это около 545 тысяч долларов. И что, какой интересный момент, заявитель может получить эту золотую резидентскую визу на 5 или 10 лет, при этом он вообще может не находиться в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае или в других Эмиратах. Раньше, например, был срок нахождения хотя бы один день в течение 180 суток. С сентября 2022 года этот пункт убрали. Таким образом, заявитель может получить вид на жительство, золотую визу на 5 или 10 лет и вообще не жить в Объединенных Арабских Эмиратах, если какие-то дела за границей. Также он может ее оформить для всех членов своей семьи. И, что самое интересное, даже для работников, которые обслуживают его недвижимость. Например, он купил роскошную виллу или там многокомнатную квартиру, он может оформить для садовников, для уборщиц резидентскую визу. Вот такой вот интересный нюанс. Вообще, власти Объединенных Арабских Эмиратов поощряют то, чтобы к ним приезжали. Туристы упрощают им правила въезда. Поощряют то, чтобы к ним приезжали высококвалифицированные специалисты. Им тоже оформляют резидентские визы, могут оформить золотую визу на 5 или 10 лет. Также, например, ее могут сделать выпускникам вузов, а также высококвалифицированным специалистам. Все эти подробности есть в нашем телеграм-канале по каждому виду виз. Например, визу фрилансера тоже можно оформить резидентскую, которая позволит вам постоянно проживать на территории ООЭ. Все дополнительные подробности вы найдете в нашем телеграм-канале. Там будет рассказано об оформлении визы фрилансера, золотой визы, резидентской визы. Под этим видео будут ссылочки. По каждой ссылочке вы можете пройти и узнать подробности той визы, которая вас интересует. Также, конечно, подписывайтесь на наш русскоязычный чат. Там можете задавать любые вопросы. Туристы, люди, кто здесь живет, вам на них ответят. Все, всем пока. Я пошел на пляж. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.